Куманитарную помощь нашим бойцам отправила инициативная группа «Сердце фронта» совместно с организацией социальной поддержки «Ромашка». Три счастливые пары сочетались узами брака на панорамной площадке на фоне живописной природы туристического комплекса «Медовые водопады». Десятилетие с момента образования отметил храм Великой Княгини Елизаветы и Иннокине Варвары, который располагается в селе Дружба. Семь дней активного отдыха обещают оставить яркие воспоминания. В Циберде открылся первый поток военно-патриотического лагеря «Авангард». Здравствуйте на телеканале Россия 24 Вести, Карачева, Черкесия. Карачева, Черкесия продолжает оказывать помощь подшефному Старобельскому округу Луганской Народной Республики в рамках реализации соглашения о сотрудничестве. 126 единиц технических средств для реабилитации незрячих направила наша республика. Переданные технические средства улучшат качество их жизни, помогут лучше ориентироваться в пространстве, преодолевать препятствия, измерить температуру или давление, сказал глава Карачева, Черкесия. Инициативная группа «Сердце фронта» совместно с автономной некоммерческой организацией социальной поддержки «Ромашка» отправила гуманитарную помощь нашим бойцам в зону специальной военной операции. В погрузке участвовали и юные активисты, которые не только формировали груз, но и помогали в плетении маскировочных сетей для участников спецоперации. Алихан Невшоков подробнее. Каждый из нас готов оказать помощь нашим ребятам, которые находятся в зоне СВО. Волонтеры инициативной группы «Сердце фронта» совместно с автономной некоммерческой организацией социальной поддержки «Ромашка» объединились, чтобы сформировать гуманитарную помощь для отправки нашим бойцам. Здесь, помимо еды, мы подготовили необходимые инструменты, автозапчасти по просьбе наших ребят. Так как каждый из нас обязан оказать свою помощь, им отмечают активисты. Мы объединились и дальше будем помогать нашим ребятам, чтобы они чувствовали, что у них надежный тыл. Все, что отправляем, это по списку. Ребята, то, что просят. Они обращались как в нашу группу «Ромашка», так и в инициативную группу «Сердце фронта». Все просьбы мы фиксируем, записываем, изготавливаем сети маскировочные. Они тоже жизненно необходимы, они спасают жизни ребят. Также машины стараемся, запчасти, то, что мне просили. Каждый из солдат для меня как родные сыновья, отмечает руководитель инициативной группы «Сердце фронта» Марина Иманова. Она находит возможность сформировать гуманитарный груз. Приятно видеть, что многие жители нашей республики оказывают нам помощь, так как только в единстве наша сила, отмечает Марина Иманова. Грузы отправляются на несколько, как сказать, рот получается, римбат. Им нужны были очень инструменты, электроинструменты. Им все выкуплено полностью, у них заявка полностью закрыта. И метрота, и метрота тоже все заявки закрыты. Плюс ко всему, вот все их заявки закрыли ребята, к которым мы обратились. Некоторые сами вышли и сказали, что они закроют их заявки. И на деньги, которые были у нас собраны, в группе мы купили медикаменты. Самые юные волонтеры оказывали свою помощь в погрузке гуманитарного груза. Наши бойцы должны знать, что каждый из нас будет помогать им, чтобы они с победой вернулись домой, отмечают молодые волонтеры. Мой папа сейчас на СВО, и он начмеет полка. И мы помогаем ему, чем можем. Например, запчасти для его машин, которые не обслуживаются. И остальную гуманитарную помощь, которую загружаем в газель. Приятно, что людям становится легче на СВО, потому что мы им помогаем, чем можем. И то, что они воюют за нас, и нашу безопасность здесь, и за свободу. Поэтому нам очень приятно заниматься этим и помогать им из СВО. Помимо технических принадлежностей, участникам спецоперации будут переданы хачаны, лимонад и сыр. А также индивидуальные подарки, которые подготовили активисты. Альханеп Шоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Полиция Карачаева, Черкесия проводит проверку по факту наезда на малолетнего ребенка на арендованном электромобиле в Черкесске. В дежурную часть отдела МВД обратилась 38-летняя местная жительница. Она сообщила полицейским, что на пешеходной зоне по улице Первомайской, республиканской столицы, на ее малолетнего ребенка совершил наезд электромобиль, в котором находился другой малолетний ребенок. Полицейским установлено, что причиной происшествия стал недостаточный контроль за перемещением прокатного инвентаря, а также необеспечение безопасных условий для эксплуатации со стороны индивидуального предпринимателя. По данному факту проводится процессуальная проверка. Электромашины изъяты в отношении троих предпринимателей, которые осуществляли свою деятельность на центральной улице. Составлены административные протоколы. В Карачево-Черкесии расследуется уголовное дело в отношении членов преступного сообщества, включая должностных лиц, совершивших противоправные действия с квартирами умерших граждан. По данным следствия, фигуранты – нотариус, бывший начальник районного отдела ЗАГС и семеро местных жителей, которые подыскивали квартиры в Москве, Московской области и городе Сочи, принадлежащие умершим лицам. За взятки бывший начальник районного отдела ЗАГС оформляла подложные свидетельства о заключении при жизни собственником недвижимости брака или чьем-либо усыновлении. При этом в роли мнимых усыновленных и супругов выступали члены преступного сообщества. На основании указанных подложных документов нотариусам оформлялись наследственные дела и право собственности на объекты недвижимости переходило фигуранта. В дальнейшем незаконно полученное имущество отчуждалось на основании сделок купли-продажи, а вырученные денежные средства распределялись между членами сообщества. В результате преступных действий фигурантов совершены незаконные сделки с более 10 объектами недвижимости. Общий причиненный материальный ущерб устанавливается. Преступная деятельность указанных лиц выявлена и пресечена благодаря совместной работе региональных ведомств МВД и ФСБ. По ходатайству следственного органа судом в отношении обвиняемых избраны различные меры пресечения, в том числе заключение под стражу и домашний арест. По уголовному делу проведены обыски по месту работы и жительства фигурантов, в ходе которых изъята компьютерная техника, документация, сотовые телефоны и носители информации. В рамках года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным, на территории туристического комплекса «Медовые водопады» открылась площадка, на которой прошла торжественная церемония бракосочетания. Три счастливые пары сочетались узами брака на панорамной площадке в окружении живописной природы. Организатором мероприятия выступил ЗАГС Малокрачевского района. Торжественная регистрация брака, яркое и значимое событие в жизни молодоженов и подобные мероприятия станут незабываемой страницей в жизни новой семьи. Лето продолжается, продолжается наш свадебный переполох, посвященный горе семьи. Поэтому вот еще одна наша прекрасная площадка, которая находится на границе с Савопольским краем. Это Малокрачевский район, комплекс «Медовые водопады». Атмосферно и красиво на фоне водопадов, не только в горах, можно провести торжественную свадебную церемонию. Поэтому мы сегодня решили провести здесь. Желающих становится больше и больше. Боюсь, что лишь бы мы то количество, которое хотят, извне республики приехать, зарегистрировать здесь свой брак, чтобы мы их успевали регистрировать. Дело в том, что у нас уже планируется скоро выезд. Мало того, что мы делаем как бы 3-4 пары, это в принципе норма, которую мы поднимаем на регистрации. Но у нас в августе запланировано гораздо большее количество, и уже планируется вывозить с большим количеством. Ну, хотят уже сами гости наши выезжать туда со своими гостями. Свой престольный праздник и десятилетия с момента образования отметил храм Великой Княгини Елизаветы и Иннакини Варвары в селе Дружба. Радость праздника разделила архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и приглашенные гости. Али Баташев подробнее. По традициям кавказского гостеприимства почетных гостей встречали хлебом и чашей аэрана. Приход был организован в 2014 году и располагается в приобретенном и переоборудованном под храм вагончике неподалеку от сельского дома культуры села Дружба. Здесь пока нет колокольного звона, но есть горячее желание молиться вместе. Ирина Лепетюхина и Надежда Мелкумова являются прихожанками церкви преподобно-мученицы княгини Елизаветы и Иннакини Варвары с момента открытия. Родилась здесь в Дружбе. Было, конечно, очень радостно, что к нам наконец-то повернулись и организовали приход у нас в Дружбе. Но ходят пока не очень много людей, потому что многих смущает наш храм маленький. А так батюшка приезжает, очень хороший батюшка у нас, мы очень рады. Всем хочется пожелать здоровья, благополучия. Вот кто сегодня смог в себе найти силы, это же как подвиг, можно сказать, прийти своими ножками. Вот по такой жаре не каждый же сможет. Вот всем благодарность, спасибо большое, кто поддержал. Множество верующих заполнили храм и территорию вокруг него. Началось богослужение. Литургию на престольный праздник совершил архиепископ Пятигорский черкесский Феофилакт. Обращаясь к пастве, ладыка пожелал всем собравшимся дружбы, умения уважать, поддерживать и слышать друг друга. Поддерживать друг друга и сохранять пространство нашего одного большого дома, нашей любимой Карачаевой Черкесии. И, конечно же, сохранять те традиции, которые завещали нам наши предки. И сегодня, приехав сюда, я ехал с особой надеждой помолиться вместе с общиной. Ну и, конечно, поздравить особым образом с десятилетием начала здесь, приходской жизни, которая теперь уже, слава Богу, имеет свои добрые плоды. Я присоединяюсь к поздравлению, поздравляю всех православных жителей дружбы с этим праздником. Желаю, что на душе, чтобы она потихонечку сбывалась, чтобы потихонечку росло их благосостояние, здоровье потихонечку не подводило, чтобы все шло потихонечку к лучшему. После богослужения на территории маленького, но очень гостеприимного храма был организован праздничный обед для всех желающих. Али Баташев, Ольга Савенко, Михаак Ракелян, Вести Карачаева, Черкесия. В Тиберде открылся первый поток военно-патриотического лагеря «Авангард». Главная цель – создание условий для оформирования у молодежи лидерских качеств устойчивой гражданской позиции, чувства верности Отечеству и раскрытия творческого потенциала будущих защитников Отечества. Подробнее Майя Хамдухова. Новые возможности для нового поколения. Первая военно-патриотическая смена в Тиберде будет проходить до 23 июля. Семь дней активного отдыха обещают оставить самые теплые воспоминания среди воспитанников военно-патриотического лагеря «Авангард». По словам организаторов Минмолодежи, автономной некоммерческой организации «Моя карьера» и учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», при поддержке Росмолодежи юные патриоты уедут домой, получив массу положительных эмоций. В программу лагеря входит начальная военная подготовка. Это строевая подготовка, тактическая подготовка, огневая подготовка. Также помимо этого у ребят есть возможность поиграть в футбол, в волейбол, есть площадка для стрельбы из лука. То есть помимо военной подготовки, конечно, у ребят будет еще возможность обрести много других полезных навыков. Лагерь будет проходить в два потока. На этой неделе время первых. Для участников созданы отличные условия безопасности и комфорта. Интересные дискуссии и лекции в режиме вопрос-ответ проводили между собой участники лагеря и организаторы. В ходе беседы молодых патриотов погрузили в историю культуры и географию Кавказа, что очень важно для укрепления духа патриотизма. Как говорят сами участники лагеря, грустно будет прощаться, но мы уедем с новыми силами и новыми друзьями. Обидно всем расходиться, расставаться друг с другом, прощаться. Думаю, я узнаю еще по ходу, у нас еще несколько дней, думаю, узнаю много всего нового. Самое главное, я считаю, что это взаимоуважение, взаимопонимание. Дисциплина, само собой, субординация. Ну и оптимистический настрой, позитив. Помимо тактической и физической подготовки, молодые участники проходят еще и огневую. Поэтапная инструкция для сборки и разборки автомата, основы безопасности военной службы, общевойсковые уставы. Все, чтобы защищать и защищаться. По словам опытных наставников, как ни крути, а выражение «тяжело в учении, легко в бою», пригодится и в жизни. Объясняем ребятам, для чего это оружие предназначено. Также тренируемся в порядок неполной разборки, сборки, отработки нормативов. Майя Хамдохова, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия, Тиберда. Далее смотрите интервью с генеральным директором управляющей компании «Архиз», групп компании «Мантера» Романом Киранчуком. С ним беседует Альбина Ламкова. Альбина Ламкова.